Всем тихой ночи! Это уже третий выпуск нашего нерегулярного шоу, в котором мы обсуждаем все, что происходит в сообществе SCP. И эту часть будет вести Мерфи Закон. Это видео выходит, потому что кое-что произошло. С утра я получил посылку, наверное из Даркнета, хотя кто знает. Открыв ее я обнаружил в ней две черные матовые коробочки с золотыми узорами и надписями. Внутри коробочек были карты, обычные игральные карты, но что-то было не так. На них были изображены объекты SCP, а главное этот символ, с кругом и стрелочками. Посылка пришла от группы художников из Лос-Анджелеса под названием CellArt. Похоже они что-то знают, возможно они анартисты. Мое маленькое расследование привело меня на их сайт, где эти карты продаются. Ссылку я оставлю в описании. Возможно вы тоже хотите исследовать этот артефакт. День получения посылки странным образом совпал с еще одним событием. Карты по SCP это если подумать мерч. Но почему-то, куда ни посмотри, почти весь интересный мерч по тайному фонду продается на иностранных ресурсах. Неужто у нас нет желающих сделать что-то мастеров? Нет, они есть. Дело в том, что в нашем городе завелся злодей, мистер Д, который совершил немыслимое. В обход лицензии, в обход этих писаных правил, по которым распространяется SCP, он зарегистрировал на себя торговую марку. Он не дает людям насладиться качественными вещами на основе фонда. Он обещал, что сделал так потому, что будет снимать фильм по SCP. Но каждая полукошка в этом городе знает, что торговая марка никак не может защитить видео от копирования. Затем он напал на магазины с мерчом. Он закрыл группы с мемами, прикрываясь разговорами о каком-то качестве. Кем надо быть, чтобы покуситься на мемы? Казалось бы, буквально все, что могло пойти не так с этим парнем, пошло не так. А это значит, что настало время для появления героя нашего детектива, Мерфи Закона, который перепишет строки нескладной повести. Сообщество SCP собрало уже кучу денег, и за дело взялась юридическая фирма «Час правосудия», которая обратилась в большую и важную государственную организацию, антимонопольную службу. Казалось, это все звучит не очень правдоподобно, но таков стиль повести Мерфи Закона. Дело затянулось, мистер Д оказался не так прост, он тоже нанял сильных юристов, но когда роман уже написан, действие всегда идет к финалу. Как бы затянуто оно ни было, и что бы не делал главный злодей, его роль только в том, чтобы быть побежденным. Правоту фонда SCP в этом деле подтверждало все больше улик, находилось все больше и больше доказательств. Для дела удалось найти автора самого первого текста по SCP, и того человека, который придумал логотип. Стал ли тайный фонд от этого менее тайным? Возможно, но ведь все скрытое в тенях когда-то выйдет из своего укрытия, станет явным. Люди мистера Д грозились предоставить свои доказательства. Проходило все больше времени, напряжение нарастало, месяц шел за месяцем, в то время как зараза гуляла по улицам города. Вскоре стало казаться, что у мистера Д просто нет ничего, никаких карт, которыми бы он мог выкрутиться из этой ситуации. А у нас карт было все еще предостаточно. И вот подошла решающая дата. 16 октября 2020 года. Люди мистера Д не смогли больше прятать в рукавах отсутствия тузов, и комиссия важной государственной организации более не могла отрицать очевидное. 16 октября промозглом и дождливым утром комиссия признала, что деяния мистера Д нарушают закон. Человек из ведомства лишь сухо заключил, что нарушена статья 14, пункт 8 закона о защите конкуренции. Сама эта статья гласит, не допускаются иные формы недопросовестной конкуренции, наряду с предусмотренными статьями 14.1-14.7 настоящего федерального закона. Также чиновник предписал мистеру Д устранить свои нарушения, прекратить свои злодеяния самостоятельно, и дал ему время до 10 ноября. Однако тут, в этом деле, многое все еще затянуто холодным туманом, типа того, что бывает на полях вокруг серого города. Мы не знаем, какой именно закон в глазах ведомства нарушил мистер Д, и что он будет должен делать в связи с этим. Но мы знаем, что это все еще далеко не конец. Ведь самое главное, мистер Д нарушил правила лицензии. А это еще предстоит обсудить в стенах зала в заседании и кабинетах. Что же сделает мистер Д? Какой будет его следующий ход? Какой будет следующий ход людей, представляющих SCP? Все это вы узнаете в будущих сериях приключений Мерфи Закона на улицах Серого Города. Это была очередная серия нашего любимого остросюжетного сериала. Кстати, группу художницы, нарисовавшей Мерфи, специально для этого видео можно найти в описании. Но есть и другие хорошие новости. Для начала игры, вот вы когда-то хотели взглянуть на мир глазами полукошки Джози, то есть SCP-529, ведь это одно из немногих аномальных существ, которому позволено свободно перемещаться по комплексу содержания SCP. Все в комплексах любят полукошку Джози, потому она может ходить где ей захочется. Разработчик, похоже, настроен решительно и вскоре обещает дать нам поиграть в альфа-версию, возможно даже в этом месяце. Обещает, что в этой версии можно будет увидеть все основные фишки игры. Судя по всему, игровой процесс в основном будет состоять из загадочек, которые мы, управляя полукошкой, будем решать. Пока не очень понятно, какие еще SCP-объекты игрок будет встречать. В трейлерах засветился только SCP-4158. Большая корова по имени Чарли, или Большой Чарли, который перекочевал в SCP прямо из творчества Тревора Хендерсона. Кстати, вполне официально. Игры про кошку, живущие в учреждении фонда. Мне кажется, это именно то, что требовалось мрачному сообществу. И еще немного прекрасного. Инди-разработчик Mind of Lurker делает игру про SCP-507. Не любители ходить между мирами. SCP-507 это такой парень, который может в любой момент времени телепортироваться в случайный параллельный мир. Так что сама по себе эта концепция дает огромную творческую свободу. Можно делать игру практически про что угодно. На сегодня автор показал два трейлера, из которых стало понятно, что человек действительно умеет делать красивую графику. Автор обещает лавкрафтовские ужасы и выживание, и множество миров, набитых удивительными тварями. И я действительно надеюсь, что про этот проект в скором времени будет что рассказать. К сожалению, пока сказать особенно нечего. Но то, что показывает автор, выглядит очень красиво. Кстати, еще про полукошку. Там у нее новая картинка в файле объекта. Раньше была другая, но новая, кажется, выглядит даже лучше старой. Еще заменили картинку у SCP-035 маски одержимости. Ну окей, тут вроде тоже все неплохо. Хотя очень заметно, что это рендер, а не фотография. Что немного портит атмосферу. Ну да ладно. Как говорят эксперты из 5-го D-класса, SCP это игра такая. В общем, борьба за 100% оригинальность всего на сайте SCP продолжается. Но вот некоторым объектам в ходе этой движухи не так уж и повезло. Да, переходим к плохим новостям. С сайта был удален объект SCP-1926-тихони. Объект, к слову, довольно популярный, имевший на сайте высокий рейтинг и заслуживший некоторую известность. По нему довольно много артов и различных видео, потому что он милый и по-своему трагичный. Так почему же этот объект заменили на текст, который, на мой взгляд, существенно хуже? Сейчас SCP-1926 это история, которая, опять же, на мой взгляд, вообще ни о чем. Дело в том, что картинка из прошлой статьи SCP-1926 была не совсем оригинальной. Это была фотография одной из игрушек Элизабет Зубко. И нет, дело не в том, что Элизабет что-то имела против. Наоборот, с ней как раз удалось договориться. В статье SCP-1926 была ссылка на ее магазин. Дело в том, что кто-то, похоже, решил довести идею того, что на сайте SCP все должно быть абсолютно оригинальным до абсурда. Описание объекта SCP-1926 полностью совпадало с тем описанием, которое придумал автор игрушки в своем магазине, и фотография, соответственно, была оттуда же. На сайте О5 было создано обсуждение, после которого объект был признан плагиатом и, соответственно, был удален. При этом основным доводом сторонников удаления было то, что SCP-1926 это именно что плагиат. Хотя плагиат, по определению, это когда кто-то выдает чужую работу за свою. А здесь даже сайт оригинального автора игрушки был указан. Да и сам создатель игрушки был не против, чтобы из его творений сделали SCP. Но нет, решение было суровым. Удаление статьи, а автору бан. Но и этого этим самоназванным борцам за оригинальность оказалось мало. Они забанили метафизика. Кто такой метафизик, спросите вы? Это тот человек, который придумал Алагаду, и все связанное с ней. Также он внес существенную часть в лор саркицизма. Метафизик это тот человек, который добавлял в SCP очень классную продуманную мистику, основанную на реальных мистических учениях, на той же средневековой алхимии. И за какие же проступки забанили такого человека, поинтересуемся мы. А забанили его за то, что в своей статье на конкурс на объект номер 5000 он скопировал в свою статью какой-то абзац из Википедии. Борьба за стопроцентную оригинальность. Я в описании даже его твиттер оставлю. Кто там сидит, можете на него подписаться что ли, а то как-то совсем печально. Может даже буду следить за его творчеством в отрыве от SCP. Собственно, почему бы и нет. В общем-то люди, которые кричат, что SCP все копирует и ворует отовсюду, совсем как-то от рук отбились. Да и вообще, вся эта история, наверное, говорит о том, что неприятные персонажи с синдромом вахтера – это общая проблема. Но это лишь мои выводы. Ну ещё немного забавного. Все же знают, что для SCP-173 постоянно пытаются придумать новый дизайн. Потому что оригинальный автор настоящей статуи не разрешил на ней зарабатывать деньги. Не так давно ещё разработчики SCP-Unity вот показывали свою версию статуи. Так вот, сейчас в Стиме вышла альфа-версия новой игры по SCP под названием Fragmented Mines. Сама по себе игра, как по мне, ничего особенного из себя не представляет. Разработчики этой игры снова хотят повторить успех Contamed Breach, то есть сделать очередное приключение про нарушение условий содержания. И похоже, у них получается не слишком хорошо. Очередной тёмный футуристический комплекс с тормозами, глюками и кучей пустых комнат. В SCP-Unity есть всё то же самое, но гораздо лучше, качественнее и душевнее, что ли. Но вот дизайн SCP-173 во Fragmented Mines, он просто по-своему прекрасен. Вы только посмотрите на это. Из всех попыток перерисовать статуи, это прямо-таки самый шедевр. Что же, вот такие новости в сообществе SCP за последнее время. И хорошие, и плохие. Главное, наверное, это всё же, что что-то происходит в этом нашем SCP. Так что до следующего видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!